Всем привет, друзья! Это Народные Новости. В детских садах образуются секты. Водителей автобусов осталось на три дня. Вместо водителей автобусов теперь автобусы водят пенсионеры. Белорусских подростков сажают на цепь. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. В Беларуси водители автобусов осталось на три дня. Мы с вами все прекрасно знаем, что белорусские водители автобусов болеют коронавирусом. И автобусные парки нашли решение. Решение выглядит примерно так. За происходяем от юности захоронения социальной дистанции в один-полтора метра. Ну, все это здорово. Я не знаю, до какого возраста можно водить автобусы и безопасно ли ездить в таком общественном транспорте. Но для меня это было небольшим удивлением. Люди до сих пор не поняли, куда платят деньги. В городе Могилев жители несколько месяцев собирают воду с потолка. Народного ополчения 9, подъезд 2. Вот так и живем. Эта квартира находится на девятом этаже. И в связи с тем, что ЖКХшники не делают кровлю в этом доме, люди постоянно собирают воду с потолка. Ну и ставят ведра, собирая эту самую воду. Никто ни за что не отвечает. Люди живут в таких условиях, а как вы понимаете, туберкулезом заболеть на раз-два в таких условиях. И никто ничем не занимается. Их просто это не интересует. В Слуцке женщина шла на работу и провалилась под тротуар. Вызвала коммунальщиков. Приехали коммунальщики и тоже туда провалились. Лукашенкоская стабильность налицо. На самом деле это очень опасно. Так как человек может получить серьезную травму. Были случаи, когда и дети проваливались, и в люке, и под асфальты. За этим нужно очень внимательно следить. Именно поэтому белорусский народ и платит деньги ЖКХ, чтобы они следили за этим. Но, как вы понимаете, следить никто не будет. Тратить деньги – да, что-то за эти деньги выполнять – нет. В Борисове очереди теперь не только к докторам. Но и для того, чтобы поставить печать, нужно отстоять серьезную очередь. Как вы понимаете, просто поток людей такой огромный, что они просто захлебываются этим самым потоком. В актовом зале Брестского колледжа снова провели показушный арест подростка. На этот раз несовершеннолетнего, закованного в наручники, конвоир дополнительно привязал к себе цепью. Вы представьте, что будет с этим парнем. Как его психика может пострадать и какие последствия после этого будут. Как вы думаете, после того, как он понесет наказание, он сможет вернуться в этот самый колледж и нормально продолжать учиться? Естественно, нет. Естественно, нет. Такие поступки могут сломать всю жизнь этого человека. Но их это не интересует. Самое главное – снять картинку и показать, как мы запугиваем белорусский народ. В Витебске придумали новые нанотехнологии уборки снега. Вот так вот это у нас в этом году убирается снег. Впервые 11 февраля впервые приехал трактор расчистить у нас двор. Ковыряет асфальт, бордюры. Асфальт, который они положили, только-только положили в прошлом году на тротуар. Ковыряет, а потом счищает это все на детскую площадку. Как это будет все таять потом по весне на детской площадке? Одному только не знаю, кому известно. Вот так вот у нас все красиво делается. Вместо того, чтобы один раз приехать за зиму в снегопад почистить по-человечески, они вот так вот дождались колеи утрамбованные на леди и приехали колупать асфальт. У Лицкой обувной фабрики из-за стабильных долгов продаются цеха. Такое стабильное развитие. Вот знаете, пришли бы вот эти вот змахары, развалили бы. Назовите мне хоть одно предприятие, которое еще не развалено синепалым диктатором. У Лукашенко развалил все. Может быть не своими руками, но управленцами, которых ставил на руководящие должности этих самых предприятий. А в большинстве своем управленцы были менты, которые таблицу умножения не до конца знают. Поэтому, в общем-то, все предприятия просто стоят на коленях. Город Держинск. Скорых осталось на три дня. Город Держинск. Асфальта осталась на три дня. Улица с гордым названием Молодежная. Город Держинск. Подвеска, ладно, тут ноги сломать можно. Улица Зеленая. Город Держинск. Ну, тут, собственно говоря, вообще... Это город. Человек выехал только с одного места в другое и увидел все это. Ну, так работает лукашенковский бандестаг. То есть не нужно искать проблемы. Эти проблемы на каждом шагу. Вся страна уничтожена. Зашел в магазин капуста по 4 рубля. Вышел с магазина разбитые дороги. Скорые вверх ногами. Асфальт уничтожен. Только сел в общественный транспорт, а он просто не едет. Пришел забирать своего ребенка, а он, скорее всего, уже на цепи в наручниках. Пришел забирать младшего садика, а его там батюшка крестит, рассказывая о том, что русский мир самый главный мир. А потом вам еще анкету вручат, где практически заставят вас согласиться с тем, что вашего ребенка будут обучать российской истории. В общем-то, бандестаг просто превращается в бундестаг. Ну, по-другому сложно это объяснить. Но это белорусская реальность. Страшная белорусская реальность. Еще бы 2-3 года назад я бы не поверил в эти все новости. Эти новости уже даже не антиутопичны. Эти новости больше похожи на сюр. Такое впечатление, что они реально создают вот эти все движения и телодвижения, чтобы просто посмеяться. Как белорусский народ отреагирует вот на эту новость? А давайте мы будем с каждого белоруса брать деньги за то, что он с подъезда выходит. Хотя уже деньги берутся за то, что вы выходите с подъезда. Лукашенковские бандиты уже сейчас активно готовятся к референдуму. И выглядит это примерно вот так. Как вы понимаете, чем дальше, тем больше. Они готовятся не к проведению референдума, а к подавлению протестов, которые могут возникнуть на фоне этого самого референдума. С референдумом они уже приняли решение и готовят законные и подзаконные акты. Уже сейчас референдума не было, а законы они уже сейчас готовят. Лукашенко и его бандиты по факту являются террористами и экстремистами. Они по факту уничтожают нашу страну. Ну и немного стабильности из Орши. Стабильный асфальт, стабильные путепроводы, стабильная Беларусь. Ну а вот так выглядит белорусский коровник. Это сахарная пудра для коров, чтобы они, в общем-то, сладко жили. А если говорить серьезно, то это просто снег. Снег. Для чего это делается, вообще не ясно. Мы стагнируем. Причем стагнируем очень и очень серьезно. Цены. Белорусские цены покажут все. Глазированный сырок подорожал на 45%. Йогурт 45%. Ряженка 24%. Печенье 40%. Масло подсолнечное 94%. Кускус 55%. Пельмени 54%. Филе сельди 60%. Тушка цыпленка 43%. Фарш куриный 67%. Фарш из птицы 48%. Вот так выглядит стагнация белорусской экономики. Ну а Лукашенко продолжает упорно отрицать проблемы в стране. Нет ничего страшнее отрицания того, что есть на самом деле. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Народные новости. Помните про политически заключенных? Ставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Пока!